Американский бизнесмен и политический деятель, член республиканской партии, медиа-магнар, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resources, специализирующийся на игровом и гостиничном бизнесе, исполнительный продюсер и ведущий реалити-шоу кандидат, известен экстравагантным образом жизни и откровенным стилем общения. В 2015 году объявил о вступлении в борьбу за пост президента США и на данный момент является одним из лидирующих кандидатов. Я думаю, что многие из вас уже догадались, что это американский миллиардер Дональд Трамп. И сегодня мы с вами поговорим о его известной книге «Как стать богатым», которую он дает будущим предпринимателям советы, как сделать свой первый миллиард. Всегда одевайтесь в соответствии со своим культурным уровнем. Когда-то я гордился тем, что покупаю недорогие костюмы и другую одежду. Не имело никакого смысла платить тысячи долларов, если можно купить вещи за сто долларов. Кто узнает. Но с годами я понял, что не прав. Теперь я покупаю очень качественную обувь, и она мне кажется вечной. Тогда как дешевка, помнится, быстро изнашивалась и выглядела ровно настолько, сколько я за нее заплатил. Одежда много и говорит о нас еще до того, как мы откроем рот. Провоцируйте своих собеседников. Предложите вашим собеседникам тщательно продуманную информацию или провокационные мнения, чтобы посмотреть, какой будет их реакция. Сказав что-нибудь необычное, вы сможете получить обличительную информацию. Я мог высказать возмутительный комментарий на встрече, только чтобы посмотреть, будут ли присутствующие подыгрывать мне или не согласятся. Это отличный способ оценить людей, сидящих напротив вас. Будьте своим собственным финансовым советником. Многие люди нанимают финансовых консультантов, но мне часто приходилось видеть, как эти консультанты разрушали целое состояние. Делая выбор, полагайтесь на свои собственные суждения, основанные на том, что вы читали на бизнес-страницах надежных изданий. Читая эти публикации, вы всегда будете чувствовать, что происходит на рынке и кто лучший советник. Будьте всегда рядом с победителем. Не бойтесь давать сдачи. Если кто-то давит на вас, отвечайте тем же. Когда кто-то обижает вас, отвечайте ему с такой силой и яростью, как только можете. Глаз за глаз. Не будьте доверчивым. Я знаю, что это наблюдение звучит не очень хорошо, но даже ваш лучший друг может украсть ваши деньги или вашу супругу. Не принадлигайте парикмахерским искусством. Меня часто критикуют за то, что я укладываю волосы. Даже Нью-Йорк Магазин написал, что моя прическа – это сложные сооружения, мечта архитектурных критиков. Я думаю, что она выглядит хорошо, но я никогда не говорил, что волосы – мой главный козырь. Однако меня поражает, когда люди спрашивают, действительно ли я ношу шиньон. Нет, я не ношу париков. Всегда избегайте рукопожатий. Некоторые люди верят в крепкое рукопожатие. Я верю в отсутствие рукопожатий. Часто я сталкиваюсь с тем, что простужный человек приближается ко мне и говорит «Господин Трамп, я хотел бы пожать вашу руку». Медицины доказано, что именно так передаются микробы. Однажды человек вышел из туалета, его руки еще были влажными. Он увидел меня, подошел к моему столу и сказал «Господин Трамп, вы великий человек, можно пожать вашу руку?» В этом случае я решил не отказываться от рукопожатия, потому что я немного прибавил весе в то время и знал, что если пожму ему руку, то не стану есть свой обед. Следуйте своей интуиции. Если вы хотите быть предпринимателем, то вы должны верить себе. У вас может быть диплом академика, но без интуиции вам потребуется слишком много времени, чтобы подняться и удержаться на вершине. Это одна из таких областей, которые остаются загадкой даже для людей, обладающих высокими деловыми качествами. Есть необъяснимые знаки, которые могут подсказать вам, заключить ли эту сделку и стоит ли иметь дело с этим человеком. Оставайтесь оптимистом, но будьте готовы к неудачам. Любые взлеты и падения вы можете пережить, если будете к ним готовы. Умение всегда ждать трудностей спасло меня от впустую потраченной энергии, и оно спасет вас от неприятных сюрпризов. Взлеты и падения неизбежны. Вообще-то я очень осторожный человек, но это не значит, что я пессимист. Назовем это позитивным мышлением, приближенным к реальности. Сосредоточьтесь на деталях. Если вы не знаете всех тонкостей своего дела, вы обретаете себя на некоторые неожиданные сюрпризы. Однажды я читал о уважаемом нейрохирурге, помешанном в деталях и организации. Он прокручивал в голове предстоящую операцию во время пробежки. Он видел каждую деталь, все, что он знал, каждую трудность и осложнение, с которым мог столкнуться. И не обязательно быть нейрохирургом, чтобы сосредоточиться на деталях. Заключайте брачные контракты. Если бы я не заключил брачный контракт, я бы писал эту книгу с позиции человека, который много потерял. Нам понадобился автобус, чтобы привезти адвокатов и вон и в суд. Это была катастрофа, но у меня был брачный контракт. Мой друг, женившись в пятый раз, сказал мне, «Дональд, я так люблю эту женщину, что мне не нужно брачный контракт». Через год брак распался, и ему пришлось пройти через ад. Он выглядел как напуганный щенок. Мне не хватало смелости сказать ему то, что я на самом деле думал о нем. Неудачник. Вот, друзья, это было 10 цитат из книги Дональда Трампа «Как стать богатым». Я никого не призываю жить по этим правилам, но лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.